Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на надеюсь все еще в вами любимую рубрику веселые объявления автору Это та самая рубрика, в которой мы смотрим различные объявления с тачками Естественно, это необычные объявления, это какие-то интересные экземпляры, необычный тюнинг, кричайшие тачки В общем, все самое интересное, что прямо сейчас продается И конечно же, друзья, хочу пожелать всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает перед началом серии И выразить огромную вам благодарность за то, что продолжаете скидывать интересные объявления Если находите, я напомню, что ссылочка в описании на специальную тему в моей группе ВК И туда вы можете присылать ссылки на интересные тачки Ну что, друзья, поехали, сегодня будет интересно Вот, друзья, согласитесь, что глядя на этот 190-к, никогда, просто никогда не подумаешь, что пробег у тачки 1 миллион километров Нет, вот только представьте, 1 миллион километров пробега То есть, как бы, в наши дни, мне кажется, некоторые считают, что там 200 тысяч, 300 тысяч, это уже просто пиздец 1 миллион, 1 миллион пробега Это, ну, вот, мне, блядь, сложно представить даже сейчас какой-нибудь, я даже не знаю Просто представьте какую-нибудь Ешку, я не знаю, 200-ую даже в последнем кузове с пробегом миллион Мне кажется, она не доживет, просто она, она просто не выживет Мне кажется, сейчас делают так машины, что они миллион не пробегут вообще никогда Вот раньше, я понимаю, 190-к, 86-го года, 2 литра дизель Давайте посмотрим, что написано Авто в очень хорошем состоянии, я владею уже более двух лет За это время полностью перебран мотор с заменой поршней и расточкой цилиндров На пробеге в 980 тысяч километров Сейчас пробег миллион 30 тысяч, и это не предел Реальный миллион, то есть, это реально тачка-миллионник, вы понимаете? На самом деле, я в свое время как-то искал объявления с подобными машинами Вообще, друзья, я бы хотел целую серию посвятить, найти несколько автомобилей с пробегом плюс-минус миллион километров Поэтому, друзья, если вы наткнетесь вдруг на какое-то объявление, где реальный пробег у машины под миллион То присылайте, опять же, по ссылочке в описании, буду вам благодарен Я как-то искал, в основном это какие-то прадики, крузаки, сотки То есть, они, да, они бегают миллион, как бы не проблема найти такую машину Но вот 190, ну, в принципе, оно само собой тоже понятно То есть, тогда, чему там ломаться? Вот просто реально чему? Мотор вот реально тогда был заточен, чтобы пройти примерно там миллион То есть, 2 литра дизель, самый простой мерседесовский старинный мотор Вот просто вот реально без всего И вот как бы его перебрали на пробеге 980 тысяч Блять, у нас сейчас машины реально некоторые выпускают, где перебирают мотор там Да какие даже есть случаи, когда на 10 тысяч километров у новых машин Новые машины приезжают к дилеру на переборку на замену мотора А тут миллион километров, блять, машина проехала Вот это реально круто Ну и состояние, кстати, весьма-весьма Понятно, что она красилась куча раз там, да, все варилась Но в целом, блин, ну реально нормально она сохранилась Почему нет? Для миллиона, блин, миллион пробега, это пиздец на самом деле, если вдуматься 150 тысяч рублей, ну просто реально само объявление интересно именно тем, что это реально тачка-миллионник Которых, ну просто в продаже найти не так уж и легко на самом деле Я говорю, опять же, там всякие сотки какие-нибудь, прадики можно еще подыскать А вот что-то более-менее там для разнообразия, это довольно редкость Так что настоящий старичок, просто реально повидавший реально многое за свое время Это круто, прикольно наблюдать на такие автомобили Ну а мы идем дальше Ну а теперь, друзья, всего лишь навсего Volkswagen Jetta за 2 миллиона, прошу прощения, 20 миллионов рублей Ну, я так понял, что это больше фановое объявление, потому что как бы тут Ну, на самом деле я взял его только из одного То есть, окей, я не знаю, что там по цене Как бы, я бы мог, конечно, предположить, что владелец тачки ошибся ноликом Но 2 миллиона это тоже многовато за Jetta А если на 2 нолика ошибся, соответственно, 200 тысяч это маловато за Jetta Поэтому я не знаю, что по цене Меня больше прикольнуло другое То есть, если мы полистаем фотографии Значит, крутая очень насадка, наглушитель Ну там, какие-то наклеечки, крутые диски И вот это вот просто, блядь, топчик реально Я сначала, ну, не понял вообще, что это такое Что это за лампочка, что это там, какая-то семечка Или что это, насекомое какое-то И тут просто в описании все становится ясно Значит, уникальный экземпляр Залетела муха в заднюю лампочку салона во время сборки Нигде такого не найдете Ну, меня лично это посмешило, потому что Бля, ну такое Ну, прям такое, реально Поэтому, честно, я так и не понял, хочет ли Эээ, владелец автомобиля продать свою машину Или же просто прикольнулся и вот, как бы, за счет лампочки Той же и цену поставил такую Ну, короче, разумный торг, все дела Вот, но с лампочкой реально смешно Ну, мне было смешно, реально Ну, просто это прикольно, блядь Ну, понятное дело, что, скорее всего А может быть, она, представьте, вы покупаете джетту просто новую А там реально муха Ну, я, конечно, в это не верю Наверное, она залетела чуть позже как-то туда Не во время того, как владелец забирал эту машину новой из салона Но, тем не менее, все равно, даже так это смешно довольно-таки Ну, а мы идем дальше Друзья, ну, это у нас уже какая-то традиция Соответственно, какой может быть выпуск веселых объявлений без Гелендвагена И сегодня у нас не исключение И у нас на очереди Г-598 года За 9 миллионов рублей Да, это не ошибка Это 9 миллионов рублей Давайте узнаем, в чем же этот Гелик хорош, интересен, эксклюзивен Я не знаю, еще синего цвета Каратыш И кабриолет В принципе, это все То есть, ну, это реально все То есть, в остальном это, в принципе, ну, ну, да Хорошо сохранившийся салон Возможно, там, перешитый несколько раз Возможно, оригинальный В принципе, это Ну, имеет, конечно, значение Но не прям таки, что вообще, да, вот Ну, как бы Ну, короче, вот Вот такой вот каратыш Кабриолет Синего, модного цвета На АМГшных А-ля АМГшных, по крайней мере Колесах от Мерседес Без АМГ Веса 98-й год 9 миллионов рублей Эксклюзив Г-кабрио Г-500 Состояние идеала Оригинальный пробег Ничего делать не надо Я, конечно, все понимаю И, опять же, не мне судить И не мне, там, как-то На цену, вообще, как-то влиять И обсуждать И я понимаю, да, что это действительно эксклюзив На 9 миллионов рублей Это Стоимость Практически Ну, практически Совсем скоро, я думаю, что наступит время Когда можно будет найти Г-63 Г-500 И с пробегом в последнем кузове Который Восемнадцатого года Ну, сейчас, конечно, они так еще не стоят Они стоят где-то двенашку Но Почти Последний гелик Ну, либо же можно взять Г-63 В предыдущем Года Семнадцатого И еще останется Да, как бы Ну, это просто будет Как бы, да, свежий гелик Я понимаю Тут, как бы, эксклюзив Но все равно 9, мне кажется, это прям перебор Ну, не знаю Друзья, как вы думаете Ну, опять же Только Владелец Праве, да Оценивать Стоимость своего автомобиля Как бы Сколько захотел Столько и поставил Но Если так подумать Мне кажется, что просто Дороговато Ну, так прикольно Коротенький гелик Кабриолет Че, коротыш Ну, просто Очень забавно Честно говоря Смотрится И непривычно Ну, ладно А мы идем дальше Друзья Ну, а теперь На очереди Тачка Которая Реально Заслуживает Внимания Это Тридцатьвосьмая Бэшечка Двухтысячного Года Уже Рестайлинговая Семьсот сороковая Лонговая С пробегом Четыре с половиной Тысячи километров За семь миллионов рублей Но, опять же По цене Я тоже промолчу Понимаю, что это Как бы, да Прям такие Тот самый случай Когда тачка Реально новая Ну, как бы Она фактически новая Я понимаю, что ей Девятнадцать лет Но она как бы новая Ну, по пробегу Четыре с половиной Тысячи, я имею ввиду И состояние Как бы Прям такие Как салона Ну, прям вообще Такая бандитка Смотрите Свежая Просто Просто Навье Как будто я прям сейчас Попал в двухтысячный Или в две тысячи первые И просто вот как бы Посмотрите Просто все в идеале То есть машина Реально не ездила Просто вот она Выехала с салона Прокатилась Чуть-чуть Четыре с половиной Тысячи километров И стояла Все это время То есть состояние Ну, прям таки Я думаю, что вы видите Что, ну, реально идеальное Просто тачка с завода Ей не нужна химчистка На ней нечего Нечего восстанавливать Запах новой кожи И пластика Именно тот Который был в Е-сериях Куплен на нового Официального дилера в России Богатая комплектация Родная резина Ни на одной резинке нет Даже микротрещин Хранилась почти 20 лет В идеальных условиях Ну, короче, это реально Очень круто Ну, 7 миллионов Это, конечно, мощно Это мощно Но, друзья Наверное, все-таки Кто-нибудь найдется Кто оценит Такой раритет Ну, это не раритет, конечно Это просто реально Эээ Та машина, которая нравится многим Ну, и в состоянии новой Поэтому Как бы тут Нечего и сказать Кстати, это Почему это рестайлинг Если это дорестайлинг С оранжевыми фонарями Ну, поворотниками Спереди и сзади Это что рестайл Получается Ну, ладно Это не суть важно Хотя Монитор, по-моему, Рестайлинг только появился Ну, короче Какая разница? Главное, что это просто Конфетка Ну, блядь Она реально охуенно выглядит Мне кажется Я даже на фотографиях В более В более идеальном состоянии 38-х Не встречал То, что вживую Я, конечно Вообще молчу Так что, друзья Вот такой вот аппаратик Продается В Новосибирске Кстати говоря Эх Блин, ну он реально Она офигенная Просто офигенная Мне 38-й кузов Нравится, как и многим Ну, я говорю В таком состоянии Встретить это Еще и Вдвойне приятно Глазу Так сказать Друзья, ну и напоследок Эксклюзивчик Реальный эксклюзивчик Ford F-150 Но не простой А версия Saline Supercharged S331 То есть Тут как бы Ну Просто даже на автору Нет такого автомобиля То есть Это действительно В России Редкость Короче, это Компрессорный F-150 Грубо говоря Ну, написано 570 сил По-моему там Поменьше По факту Я, честно говоря Не знаю Потому что тачка Ну, не самая популярная Но она мне знакома Блин Она, конечно Не встречалась В всяких играх Типа NFS Но В какой игре она была Она точно в каких-то играх Таких была В гоночках Конца нулевых Чё-то Или в середину нулевых Короче, где-то её Я вот именно из игр помню Короче Салиновская версия Бля Спойлер Конечно Пиздец Как смотрится Если честно Прям вообще Пиздец Как смотрится Но Ладно Это 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 Салин Хотя, кстати Не помню Оригинальный ли Это вообще спойлер У них Короче, это Мощная штука Которая Блядь Сейчас сплитер такой Просто непривычно Реально на это всё наблюдать Значит Ну вот В оригинале Я так понимаю Всё-таки Могу ошибаться Могу ошибаться Но тем не менее Это по крайней мере Оригинальный Салин Я просто имею ввиду Про обвесы Про Спойлер И так далее Так-то в целом Это понятно Что оригинальный Салин И Собственно Он едет Ну как Я думаю Вы понимаете Это тот самый случай Когда пикап Реально ебашит 4,5 миллиона рублей А 2007 год Пробег 17700 Ну если это действительно так То это неплохо Потому что пробег Там маленький Конечно Только по ощущениям Но он просто грязный Видимо на фотографиях Если бы он был Немножко по-другому Отфоткан Просто реально кажется Что он Там пробега побольше Как будто он такой Бывалый Но это наверное Он реально пыльный просто Короче Тачка реально Эксклюзивная Для наших краев Так скажем И Блин Это тот самый случай Реально когда пикап Едет Потому что Ну там вот где-то В районе 570 сил И как бы Для пикапа Это реально круто То есть по сути Это конкурент Тому же Dodge Ram SRT И вот тому подобных Raptor Я думаю что останется Позади при заезде С ним Потому что Raptor В принципе не супер быстрый Но если конечно Не компрессорный Если компрессорный Raptor То там уже Неизвестно Так что Вот такая вот тачка Продается в Екатеринбурге Реально Очень редкая То есть прям вообще Я думаю что она чуть ли не В единственном экземпляре Наверное В России И как бы это Весьма-весьма круто Ну блять Задний спойлер Прям вообще да Вот без него было бы круто Так конечно Классный пикапчик Вообще такой прям Ну он конечно Выглядит скучно Внешне Как я считаю Такой Ну не вау Прям да Но все равно Это зато Салин Или Салин Ну я всегда говорил Салин По крайней мере Салин Ну не важно Вот Поэтому Такая вот Ситуация Ну что друзья На этом мы будем заканчивать Огромное спасибо всем за просмотр Ставьте лайк Если вам понравился сегодняшний выпуск Подписывайтесь на канал Это впервые Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео Оставляйте ваши комментарии До новых встреч Ребят Всем удачи И всем пока-пока Друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok